Здравствуйте! Это программа «Люди веры» и я, ее ведущая, Татьяна Козудуб. Давайте знакомиться с героем сегодняшнего выпуска. Существует частное мнение священников, что психология не помогает спасению души человека, а скорее даже вредит. Но Антоний Демиденко, священник Украинской Православной Церкви, уверен в обратном. Он решил постичь эту науку профессионально. И сегодня к нему обращаются за психологической помощью не только его прихожане. Современная молодежь с радостью посещает миссионерские встречи, которые проводит батюшка. Антоний Демиденко считает, что психология может помочь христианину приблизиться к истине. Как выстроить правильную иерархию любви? Что такое благочестивая любовь к себе? И как научиться любить ближнего? В сегодняшней программе мы попытаемся получить ответы на эти вопросы у священника и психолога, многодетного отца, кандидата богословия и автора книги «Люби ближнего, как самого себя» Антония Демиденко. Психология — это служанка богословия, как говорили когда-то про философию. Если я не люблю ближнего, которого вижу перед собой, как я могу любить Бога, которого не вижу? Что на самом деле для меня хорошо, а что на самом деле для меня плохо? Надежда — это про то, как я прямо сейчас себя чувствую. Для чего тебе Царство Небесное? Вот что ты там будешь? Для чего тебе молиться? Ты должен еще больше раздражительным быть. Вот этого я и хотел достичь. Здравствуйте, отец Антоний. Здравствуйте. Благословите. Бог благословит вас. Спасибо огромное, что вы пришли к нам сегодня на интервью. И по традиции нашей программы я прошу наших героев провести некую параллель своей жизни с известным библейским или историческим персонажем, или, возможно, с человеком святой жизни. Есть ли у вас такая личность? Кто это? Ну, параллели, конечно, сложно провести. И не принято у нас параллели с собой проводить к святым. Но как некий образец меня очень вдохновляет пример святого Иова праведного. Его жизни и то, как он смог в этой жизни сохранить самое главное — это веру в Бога. Несмотря на то, что все внешнее, на что люди надеются и к чему люди стремятся, и некоторые даже специально используют веру для того, чтобы этого достичь, каких-то материальных благ и ценных вещей в жизни. И вот все это, отвергнув, он сохранил главную веру. Для меня это очень важный пример. Спасибо. Хочу напомнить о том, что формат нашей программы состоит из трех частей. Вера, надежда и любовь. Итак, Вера, отец Антоний, в каком возрасте вы пришли к вере? Я в 13 лет начал ходить в храм. У меня появилось такое желание. Кстати говоря, буквально в этом районе, где студия находится, я впервые пошел в храм. То есть вы в детстве были не крещены, и ваши родители не были верующими? Не были, да. Я принял решение покреститься. В 14 лет уже я пошел сознательно в храм на Демеевке. И там принял таинство крещения. Причем так это было осознанно. Я там батюшке рассказывал, как правильно делать все. Этот осознанный акт веры, шах. Несмотря на то, что я живу, я уже как будто бы ходил в храм, но после крещения я очень сильно ощутил присутствие Бога в своей жизни и в каждый момент своей жизни. То, чего у меня до этого никогда не было. И вот с этим чувством я живу до сих пор. Наверное, к нему немножко уже привык. Я его особо не замечаю, но оно с тех пор очень явно. Именно после крещения вы это заметили, да? А был ли какой-то переломный момент в вашей жизни, который привел вас к вере? Для меня самая главная была причина – это острое желание поиска смысла жизни. Наверное, вы также интересовались и психологией еще, будучи подростком? Ну, дело в том, что нет. Я не интересовался. Ищая этот смысл жизни, нет? Ну, у меня мои родители ученые, физики, теоретики и так далее. И моя бабушка, она со мной раз в неделю ходила в Дом ученых. У меня такая традиция была. И я там ходил на всякие лекции по Фрейду и так дальше, будучи еще школьником. Но все это мне не было тогда интересно. Хотя бабушка мне тогда говорила, что… Она мне называла Антося. Антося говорит, ну, у тебя есть все задатки быть психологом. Но я не интересовался психологией в то время. Это так было мимолетом. А когда вы стали задумываться о священнослужении? Когда я крестился, я начал узнавать о вере больше, изучать, интересоваться. Это породило во мне желание поступить в духовную семинарию, а затем в духовную академию, которую я закончил. Вот. И в дальнейшем, да, у меня появилось желание послужить Богу. Однако же я решил для себя так, что вот я не буду искать этого специально, священства. А вот если меня позовут, тогда я соглашусь. Мне казалось, что это какой-то более правильный подход, чтобы услышать Божий призыв. И в свое время мне вечером позвонили и говорят, ну, ты же там учился, там-то хочешь послужить? Я говорю, да, хочу. Пошел. Ответил на этот призыв, да. Отец Антоний, что было изначально в вашей жизни, психология или священническое служение? Священническое служение было изначально. Да, это мой путь, на который я стал, ну, по крайней мере, в своих желаниях с самого детства. Это лишь потом возникло у меня желание изучить еще и психологию. Это бы те зерна бабушкины, когда она говорила, что у тебя есть все задатки стать психологом, как-то проросли. Или что произошло? Вы могли бы просто продолжать служить в храме. Зачем вам нужна была психология? Ну, я в свое время, как большинство священников, я считал, что психология не нужна церкви. И мне казалось это абсолютно точным, что это вообще неуместно в церковной среде. А потом мне буквально случайно попались некоторые книги по психологии, которые я начал читать. Ну, например, там, по воспитанию детей, да, психологии воспитания детей. Дело в том, что в нашей, скажу так, православной вере нет такой науки, как воспитание детей. Наука воспитания детей в православной вере отсутствует. Есть некоторые небольшие наброски, которые нельзя назвать методологией воспитания. Это просто чьи-то высказывания какому-то человеку, но это не обучение. А у меня четверо детей. И я читал, попались мне книги по воспитанию детей, и я просто, ну, что называется, обалдел от количества новой, действительно работающей информации, в которой очень четко и понятно расписана методология, как именно это делать. И оно действительно работает. И я воспринял это как некоторый клад, драгоценность, которую не имею права мимо нее пройти и просто так плюнуть на нее и сказать, что мы и так все знаем. Это неправда. Этого нет. И это очень полезная информация. Поэтому все то, что потом я начал дальше изучать эту науку, я увидел, что там есть очень много полезных вещей, которые основаны на грандиозных исследованиях. Это мы не имеем права этим. Игнорировать. То есть можно сказать, что в психологию вы пришли благодаря вашим детям, потому что вы стали читать книги о том, как воспитывать детей. Конечно, конечно. Ну, этот домашний хаос, что надо как-то упорядочивать. И порой отчаяние берет, когда видишь, что ничего не получается. А тут раз и получается. Вы называете себя светским психологом или христианским? Нет, конечно, христианским. Мне кажется, главная ценность психолога, в том числе для христианина, это в том, чтобы поддерживать христианские ценности, в том, чтобы направлять человека к подлинному смыслу существования и помогать ему уходить от того, что мы называем грехом. Если существует христианская психология, тогда, значит, есть мусульманская психология, тогда, значит, есть, там, не знаю, какая-то еще... Дело не в психологии какая она, а дело в том, кто с тобой говорит. Вот есть люди, которые привыкли говорить на языке, скажем, православия каких-то веков. То есть для него там слова «прелесть» — это не означает «красиво», а это означает бесовское самообман. Прещение. Да. И вот, понимаете, когда мне приходит человек и говорит, там, какая прелесть, то это не значит «хорошо», это значит что-то бесовское. Я это понимаю. Я знаю, как с этим работать и о чем человек говорит. У нас общий один язык. И поэтому должны быть христианские психологи, должны быть, если это мусульмане, то мусульманцы. Вот придет ко мне мусульманин и скажет что-то на своем языке, а я скажу, а я не понимаю, о чем речь. Я не понимаю контекста, что тебя волнует, я не знаю. Хорошо, а зачем тогда нужна вообще психология? Можно просто следовать христианским ценностям, быть верующим, человеком, настоящим христианином, и многие считают, что этого достаточно. Ну, это часть и правда. Есть люди, которым она действительно не нужна. Не в том плане, что она вредная для них, а им просто мало что нужно от этой жизни. Слово Христово, оно для тех людей, которые сделали прямые эстезии в своем сердце. Они убрали всякие сковерканные вещи. Смыслы понять. Да, смыслы. И слово Христово в этом чистом сердце может легко прорасти. И вот психология, она никак не связана с духовной жизнью, но она может помочь сделать прямые эстезии для слова Христово, чтобы оно действительно приумножилось в десятикратном размере, как тот талант. И в этом смысле есть люди, для которых психология очень нужна и полезна. А есть люди, для которых она не нужна, как в принципе и много чего другое для них не нужно. Они готовы перекрестить лоб, и в принципе больше ничем думать и не надо. А если они читают святых отцов, не только лоб перекрестили? А это уже новый уровень, чуть больше. Но это уже глубже, чем в психологии? Да, глубже. А есть еще, там еще дальше идут еще. Ну, те же святые отцы, если так разобраться, ну, в Патериках есть очень много психологии, они много говорят о душе, о наших эмоциях, о том, почему я так себя чувствую, о каких-то скрытых подтекстах, подсознательных, в каких-то вещах они говорят об этом, но это не систематически. То есть в их речах психология, это лишь отчасти какие-то там крупицы, да. А современная психология, она может дать систематическое мировоззрение. Это очень большая разница. А вы принимаете в каком-то отдельном кабинете или в том храме, где вы служите? Ну, вот на сегодняшний день я принимаю по улице Ярослава Валадин, это Афонская ризница, галерея ризница, да, там. Там мне дали кабинет, и я там принимал. А кем вы себя больше ощущаете, в первую очередь, священником или психологом? Священником, конечно. Но психология — это служанка, богословие, как говорили когда-то про философию, да. Это лишь инструмент. Психология — это не более чем инструмент. Это инструмент, который делает мое служение более качественным. Тема надежды. Следующая тема. Часто люди приходят к вере в Бога именно из-за какой-то боли, разочарования, из-за того, что они теряют смысл жизни и всякую надежду на будущее. Как помочь человеку обрести надежду в этой жизни? Может, у вас какие-то есть случаи, примеры личные, когда человек приходил уже в полном отчаянии, да? Да. И как вы его возвращали вот к этой жизни, к надежде на все лучшее? Ну, вот была одна вот, не так давно девочка отчаянная стояла в храме, и как-то у нас завязался разговор, она что-то меня спросила, и я ее спрашиваю, почему ты так себя плохо чувствуешь? Ну, она говорит, ну, мне нет смысла в жизни, то есть я не знаю, для чего живу. Я говорю, ну, вот ты как христианин, у тебя же какой-то смысл уже должен был быть. Она верующая, да? Да, да. Она говорит, ну, как христианин, да, я там хочу попасть в Царство Небесное. Я говорю ей, ну, а хорошо, а зачем? Ты хочешь попасть в Царство Небесное. И она начала думать, ну, чтобы было все хорошо там. Ну, вообще, говорит, я не знаю, зачем. Я говорю, ну, видишь, как ты можешь хорошо себя чувствовать, если ты не знаешь, зачем ты живешь. Ну, и вообще-то Иисус Христос говорил, что надо не в Царство Небесное попасть, а что Царство Небесное должно в вас попасть. Это немножко разные вещи. Царство Небесное внутри вас есть, сказано в Священном Писании. Так вот, надежда — это про то, что как будто бы в будущем. Но очень важно понять, что оно должно быть прямо сейчас, а не когда-то и где-то. И Иисус Христос так и говорил, что вот когда-то вы попадете в Царство Небесное. Так? Нет, Он не так говорил. Он говорил, вот сейчас приблизилось к вам Царство Небесное. Оно вот здесь. Не ищите его там, там. Оно внутри вас. Именно в Крещении мы приобретаем это Царство Небесное. Оно становится внутри нас. И когда человек, священник молится на литургии, то он благодарит Бога за то, что Он сподобил нас Царство Небесное. Уже. Сейчас сподобил. Не когда-то. И надежда — это, знаете, это про то, для чего я все это делаю. То есть в каком-то смысле надежда — это корость. А какой смысл того, что я сейчас делаю? Что я когда-то где-то спасусь? Или мне когда-то где-то будет хорошо? В этом смысл. Когда-то где-то, когда я хочу спастись. Наступит ли это когда-то где-то? Это в какой-то мере нежелание жить сейчас. Это игнорирование реальности, которая есть сейчас. То есть я не справляюсь сейчас с реальностью. Вот все, как сейчас есть, мне не нравится. Поэтому у меня где-то когда-то будет хорошо. Где-то когда-то я что-то заработаю. Уход от реальности. Да, это уход в иллюзорный мир какой-то фантастический. Это такое фантастическое христианство. Надежда — это про то, как я прямо сейчас себя чувствую. Это то, о чём сейчас моя жизнь. Я много об этом в своей книге писал. Что та надежда хороша, которая реализуется прямо сейчас. Много раз мне приходили люди, потерявшие смысл, например, в той же молитве. Они приходили, одна девочка ко мне на исповедь приходит и говорит, я не знаю, зачем мне молиться, мне это надоело. Мне не хочется молиться. И я этой девочке говорю, ну и правильно, зачем тебе молиться? Оно тебе надо, говорю. Она так на меня смотрит. Не ожидала такого случая, как батюшка. Ну как же, ну она думала, что я уговарю, я сейчас буду. Я говорю, так зачем оно тебе надо, эта молитва вообще? Что толку вот этих молитв? Она так смотрит на меня, говорит, не, ну молиться-то надо. Говорит, для чего тебе молиться, девочка? Говорит, ну как, ну и так, и поэтому надо, и поэтому, и поэтому. То есть вы её заставили задуматься, для чего ей нужна молитва. Я говорю, так ты что, хочешь молиться? Я говорю, ну конечно хочу. Ну если хочешь, так молись. Вот. И это есть про надежду. Зачем мне надеяться на то, что я сейчас помолюсь, то моя вера принесёт мне выгодные дивиденды в будущем. Это плохая корость. Такая надежда, она лизорная. Но если прямо сейчас я получаю удовольствие от того, что молюсь, и мне это приятно и нравится, ну так это, конечно, надо делать. Вот это надежда, которая лизуется прямо сейчас, а не когда-то. И так со всем остальным. Люди, когда приходят насчёт поста, я не хочу поститься. Ну а зачем оно тебе надо поститься, я спрашиваю? Ну объедайся безмерно, упивайся и что. Будет тебе приятно это? Как говорил, по-моему, Аристотель, что лучшая приправа к еде — это голод. Ты хочешь по-настоящему получить наслаждение от еды? Ну то воздерживайся, не объедайся. Ты хочешь жить там здоровой жизнью? Ну так умеренно веди себя. Ну то есть пост — это для тебя. Бог говорит, я не нуждаюсь в ваших жертвах и всесожжениях. Ну мне не надо всё. Это для тебя полезно. Поэтому надежда, та, о которой я говорю, она реализуется прямо сейчас, не когда-то. Мы не отвергаем реальность. Мы говорим, что эта реальность, которая есть сейчас, она благая. В ней есть всё. В ней есть Царство Небесное. Вот сейчас оно есть между нами, рядом с нами. Царство Небесное. Его не стоит где-то ждать. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать священник? Мне приходит на ум образ, о котором говорил Спаситель. Это быть солью. В чём суть соли? Соль сама по себе, её никто не ест. Она дана нам для того, чтобы показать вкус чего-то другого. Увидеть что-то благое в другом. Его ярко представить. Вот священник — это тот, ну, я так думаю, это очень важно сегодня. Священник — это тот, кто может быть этой солью. И может показать, что благого есть в каждом из нас. Вот когда к тебе приходит кто-либо, мне кажется, задача священника — в первую очередь увидеть его таланты. Увидеть отблеск Бога в его душе. И показать ему это. Соль, она вот как раз даёт вот это вот, знаете, так вот вкус, кушаешь, например, тоже мяско, да, там, оно какое-то пресное, там, такое безвкусное. А посолил — ты не соль чувствуешь, ты чувствуешь вкус этого мяса. Ты как бы показал самое яркое благо, которое есть в этом предмете. И вот священник так может и, мне кажется, должен поступать. Каждый, кто к нему приходит, он может в нём найти образ Божий и рассказать о нём. И показать, как его сделать более ярким, более насыщенным, более вкусным. Знаете, даже вот интересная такая вещь я заметил. Многие таланты скрываются в наших грехах. Дело в том, что вот у человека есть некий талант, ну, скажем, какая-то энергичность, раздражительность, да, талант такой. И благодаря этой энергии он может очень много добрых дел сделать. А может и злых. А может и злых, да. Можем дневаться благодаря это энергично. То есть грехи, некоторые страсти такие, наклонности — это, по сути, таланты с потерянными ориентирами, с потерянными ценностями. Очень интересный взгляд. И вот показать человеку, смотри, вот то, что ты раздражаешься, это очень хорошо. Автор твоей раздражительности является Бог. А Святой Максим Исповедник учит о том, что в человеке есть раздражительная часть души. И я иногда на исповеди говорю людям, ты должен ещё больше раздражительным быть. Умножай свой талант, но никому не вреди при этом. Пускай твой талант будет направлен на общее благо твоё и твоих ближних. Если ты раздражительный, ты больше дел можешь сделать, ты более энергичный. Ты не какой-то там ни рыба, ни мясо, которая лежит на постели, ничего не хочет делать. И психологию изучать. На самом деле это очень интересно действительно смотреть на свои какие-то страсти и посмотреть на противоположную добродетель. Вот это и есть, наверное, тот талант. Да, это есть про быть солью. То есть ты показываешь человеку его все благие стороны и его силу. Ты говоришь ему о том, как он может быть сильным. Где Бог в нём посел. И вот помогаешь вывести с области греховной вот эти свои таланты в область добродетелей. Отец Антоний, готовясь к интервью с вами, я понимала, что тема «Любовь» будет самая интересная тема вот именно с вами, как с собеседником. Неким итогом размышлений на тему «Любовь» для вас стала книга «Люби ближнего, как самого себя», которую мы вот сейчас можем видеть у нас здесь на нашем столе в студии. Расскажите немножечко о предыстории написания этой книги. Ну, предыстория такая. Я общаюсь с людьми. Кстати, один из моих талантов, раз вы уже о талантов заговорили, это объединять разбросанные данные в одно целое. То есть видеть в некотором роде некоторую цельность картины. Кстати, отсюда слово «целомудрие» — цельность мудрости. Цельность мудрости, да. То есть соединять воедино разрозненные факты и видеть нечто общее во всем. Так вот, этот мой талант, он всегда искал в разных людях вот то разрозненное, откуда идут проблемы в людях, откуда идет внутреннее саморазрушение, самообман какой-то. Почему мы грешим? Почему мы хотим грешить? Почему мы считаем, что нам надо грешить? Вот все эти вопросы... Почему мы любим грех? Ну, некоторые считают, что им прям надо грешить. Вот. И я пытался понять ответ на вопрос. Для чего мне это надо? Какой смысл греха и какой смысл ухода от греха? Какое-то виртуальное царство небесное, которое неизвестно когда будет? Или что-то более конкретное? С годами я пытался накопить эту информацию, и в какой-то момент у меня появилось... Пазлы сложились, и я это увидел. Это квинтэссенция моих, так сказать, исследований, и явилась эта книга. Какова главная цель написания книги? Зачем вы ее написали? Я ее написал для себя. Я долгие годы пытался найти основу как заблуждений, так и добродетелей. И основу всего, по сути, вероучения христианского. Ну, я, кажется, это сделал. Ваша книга сейчас уже вышла в тираж, и наши телезрители могут ее приобрести. К тому же, насколько мне известно, она одобрена издательским советом Украинской православной церкви. Да, да. И эту книгу мы можем приобрести в лавках церковных. Да, в лавре печерске она есть, представлю. Книга издана на русском и на украинском языке. Да, да. И вот я просто для наших телезрителей говорю, что автор книги, отец Антоний Демиденко, решил разыграть эту книгу в эфире. Ну, чтобы как-то дать возможность поучаствовать. Чтобы как-то дать возможность поучаствовать, прикоснуться к этому творению и почитать. Две книжки, да, мы будем разыгрывать одну на украинском, одну на русском языке. И я нашим телезрителям напоминаю, для того, чтобы принять участие в розыгрыше, вам нужно быть подписанными на ютуб-канал телеканала КРТ и на ютуб-канал батюшки Антония Демиденко. К тому же, вы должны в комментарии написать вразумительный, интересный комментарий по теме сегодняшнего выпуска. Можно вопрос какой-то, да. И выбираться два победителя будут случайным образом. Расскажите, батюшка, на кого ваша книга рассчитана? Кто ваш потенциальный читатель? Я так немножечко ее полистала. Мне кажется, она написана достаточно простым, таким доступным, легким языком, при том, что темы очень серьезные, глубокие, сложные. Вот может ее читать невоцерковленный человек, который интересуется психологией, познанием себя? Да, вполне. Я действительно специально пытался сделать язык наиболее максимально понятным. Я исключил вообще какую-либо терминологию и постарался его написать на христианском языке без каких-либо усложнений. Ну, главный смысл книга подойдет тем людям, которые хотят развиваться, изменяться, для которых плыть по течению — это не их выбор жизни, а которые любят барахтаться и чего-то достигать. Вот современная психология учит нас любить себя. И очень часто это граничит с эгоизмом. Человек современный, мне кажется, даже и не успел заметить, что, любя себя, он просто впал в этот эгоизм. А если говорить с христианских позиций о любви, о любви к себе, то что это такое? Да. Но главный смысл любви к себе — это то, что мы говорили о надежде. Что ты хочешь от этой жизни получить? Для чего ты живешь? Для чего ты веришь? Для чего тебе Царство Небесное? Что ты там будешь делать? Только задавая себе очень неудобные вопросы, человек может потихоньку понять, что значит любовь к себе по-настоящему. Я вот такое понятие ввел, благочестивая любовь к себе. Это уже следующий вопрос. Да, вот очень интересно. Расскажите об этом. Что такое благочестивая любовь к себе? Ну, само слово «благочестие» состоит из двух. Благо и честь. Чтить. Чтить благо. И вот подлинная любовь к себе, христианская, благочестивая, она всегда основана на непрестанном поиске блага, чтобы чтить благо. Что на самом деле для меня хорошо, а что на самом деле для меня плохо. Вот сегодня какой-нибудь человек скажет, что мне надо грешить, для меня это полезно. Ну, некоторые говорят, что мне там надо сегодня бутылку водки выпить, потому что это мне принесет какое-то удовольствие. Благо. Благо. Он считает, что это благо. Ну, в следующее утро похмелье с ним не согласится. И вот поиск подлинного блага — это и есть смысл и суть благочестивой любви к себе. То есть, когда я непрестанно занимаюсь самопознанием. Вот сегодня для меня эта норма будет блага, а завтра будет другая норма блага. Сегодня мне там пробежать 40 километров для меня это благо, а завтра придется на костылях после этого ходить. Тогда получается, что вы оправдываете этого алкоголика, для которого благо выпить водку сегодня. Ну, вот как раз он и потерялся. Для него это объективно, это не благо. Это лишь субъективное и измененное, исковерканное сознание, самообман — вот что приводит человека к неправильной любви к себе. По сути, эгоизм — это и есть неправильная любовь к себе, когда человек не понимает, что для него истинное благо. Или даже так, то есть эгоист, например, это тот человек, который изо всех сил стремится любить себя, но средства для этого выбирает всегда неправильное. Вот чем, например, религиозное мышление отличается от психологического, тем, что религиозное мышление говорит, ну, почему мы должны любить себя? Ну, потому что Бог любит нас, и Бог говорит любить человека, а я один из тех, кто называется человек. Значит, эта любовь должна распространяться и на меня. И Господь говорил, если любите меня, заповеди мои соблюдите. Подлинная любовь к себе — это когда ты соблюдаешь заповеди. Но многие люди считают, что соблюдать заповеди — это очень скучно, это очень неинтересная жизнь у тебя. Ну и вот здесь и включается, по сути, самообман, потому что некоторые люди считают, что какие-то очень яркие, интересные вещи, например, наркотики, они могут сделать жизнь веселой, хорошей, радостной, но серьезные наркотики, они не дадут тебе пожить эту жизнь нормально и долго. Они тебя разрушат. А разрушение, когда ты себе вредишь, когда ты себе делаешь больно, когда ты себя разрушаешь, это есть подлинный смысл греха. То есть вообще грех из греческого языка — это промах. И вот эгоист — это тот, кто всегда промахивается. Для него смысл как будто бы такой, что любить себя. Но он всегда себе средства выбирает неправильно, из-за этого вредит все время себе, делает больнее и больнее. Он все время промахивается мимо цели. То есть если богословие говорит, почему мы так должны делать, чтобы быть с Богом, чтобы Бог дал нам заповеди это то, что сохраняет нас от боли, от саморазрушения. А психология говорит, как это делать. Вот в чем разница. Я хотел это еще сказать. А как вот это благо человеку найти и прилепиться к нему, и действительно почувствовать радость от него? Это процесс. Это не то, что надо найти. Вы об этом пишете в своей книге? Это то, что надо всю жизнь делать. Вот сегодня мы с вами поговорили, и каждый из нас уже изменился. Каждая встреча, каждое событие в жизни, каждая какая-то там… Новая книжка, новый опыт, новая осознанность какая-то. Оно все нас меняет. А значит, мы все время должны пересматривать этот поиск блага, все время должны снова и снова подвергать анализу и критике наше мировоззрение. Мы должны быть все время в движении. Вот это как найти, оно не работает. Все время надо искать. Как только ты скажешь… Я нашел. Вы сразу вот придете к тем, которым не нужна психология. Все нормально. Жизнь понятная, вообще все понятно. Люди очень умные, гениальные. Профессора там и так дальше, там, ученые. Они говорят, мы ничего не знаем. И некоторые люди после прочтения моей книги говорили, меня раздражает. Я после вашей книги, я чувствую, что я ничего не знаю теперь. Вот этого я и хотел достичь. Нам все время надо стремиться к работе, к самоанализу. Поэтому моя книга не для ленивых. Если я себя уже люблю или хотя бы учусь любить, я должен любить ближнего. А вот расскажите, как не перейти вот эту тонкую грань между жертвенной любовью, правильно? Потому что христианство учит нас именно жертвенной любви и человекоугодием. Да, это непростой вопрос. Очень легко попасть в сети самообмана, считая, что ты поступаешь по своей жертве на любви. Очень легко. Потому что здесь могут скрываться очень интересные выгоды, почему ты так поступаешь. Ну, конечно, в первую очередь человек считает, ну, чтобы Богу угодить. Но сам, не видя того, он очень радуется одобрению со стороны. Он очень радуется тому, когда удовлетворяет чужой эгоизм. Свой нельзя удовлетворить эгоизмом, зато чужой можно. Это косвенное удовлетворение своего эгоизма. Тоже. Чеславие, да? Ну, и тщеславие, и эгоизмом. То есть иногда человек, вот бывает, знаете, как сверхзаботливая мать, не дает жить своему ребенку от своей заботы. А свои заботы она, по сути, контролирует и проявляет власть над своим ребенком. То есть это не есть проявление жертвенной любви? Она считает, что это жертвенная любовь. Она уверена в этом. Но все, кто рядом, страдают и пытаются от нее избавиться. Поэтому жертвенная любовь, она может принимать очень много разных искаженных форм и, по сути, не быть жертвенной, а только выглядеть так. А вообще в современном мире может жертвенная любовь? Есть место этой жертвенной любви сегодня? Или это просто слова, и лучше даже... Нет, конечно. Ну, знаете, вот вообще, говоря о любви, очень важно понимать такую штуку. Сегодня само это слово употребляется совершенно в неправильных случаях и к неправильным предметам. Слово «я люблю», да, там, колбасу. Да, мы любим все. Да, и Бога, и колбасу люблю, и все подряд люблю. И это слово опошлилось очень сильно. И поэтому говорить о любви крайне сложно сегодня. Что такое любовь? Здесь мне представляется самым правильным подход, вот древний такой святоотеческий подход, который использовали на Вселенских соборах, апофатический, так называется, который идет методом отрицания. Чем Бог не является или чем любовь? Бог есть любовь, да? Говоря о любви, мы говорим о Боге. И вот чем любовь не является, говорить намного проще, чем сказать утвердительно. Я все понял, любовь это. Любовь это такое. Да. Я не могу сказать, что такое любовь, но я могу потихоньку отсеять, чем любовь не является. Сказать, что я понял, кто такой Бог, ну, это, наверное, самодурство. Также и сказать, что я понял, что такое любовь, я тоже думаю, это самодурство. Никто не может знать, что такое любовь. Но мы можем к ней приближаться тем, что мы будем отсеять все то, чем любовь не является. И в данном случае, когда вы сказали о жертве на любви или человекоугодии, в этом есть очень-очень много таких вещей, чем любовь не является. И моя задача все это отсеять. Но это не умаляет того смысла, что жертва на любовь существует. Когда я все это отсею, я не говорю, что ее нет. Но примешивается грех, конечно, ко всему и в огромных количествах. Чтобы проявить подлинную любовь, нужно очень много чего сначала убрать от себя, от того, чем она не является. Тоже очень интересный подход. Батюшка, и все-таки, что первично в любви? Любовь к Богу, любовь к ближнему, любовь к себе. Вот как правильно выстроить вот эту иерархию? Ну, это, кстати, я и взял за основу своей книги этот вопрос. И есть знаменитые такие слова Иисуса Христа о том, что вот есть две заповеди, главные заповеди, на которых основывается абсолютно весь закон и пророки. Эти две заповеди звучат так, что возлюбив Господа Бога всем сердцем, всей душей, всем разумом и ближнего своего, как самого себя. И вот я много читал толкований разных, ну, практически все, что он смог найти. И все они говорят о том, вот как любить Бога. Объясняют, да, там, соблюдайте заповеди, почитайте, молитесь и так дальше. И все они говорят о том, как любить ближнего. Там моральные кодексы, всякие правила, нормы, благочестие, поведение, причем которые менялись просто кардинальным образом. Когда рабы были там и женщины были бесправны, это было одно. Потом рабов не стало, потом женщины получили права. То есть нормы и правила менялись и будут и дальше меняться. Но, тем не менее, то есть очень многое можно прочитать, как любить ближнего. А вот на последнем моменте, как любить себя, чтобы любить ближнего, как самого себя, почти никогда никто не останавливался. По разным причинам. И вот именно это побудило меня написать книгу. Потому что в иерархии ценностей любить Бога — это ценность номер один. Любить ближнего — это ценность номер два. Любить себя — это ценность номер три. Так стоит в иерархии ценностей. Но те же толкователи, такие как там Ефимий Зигавин и другие, они говорят, что любить Бога-то мы как можем, хотя это ценность номер один. Но тот же Иоанн Богослов пишет, что если я не люблю ближнего, которого вижу перед собой, как я могу любить Бога, которого не вижу? То есть он говорит о некоторой взаимосвязанности любви к ближнему и к Богу. То есть если я не люблю ближнего, я не могу любить Бога. Ну и такая же есть взаимосвязанность, если я не люблю себя, как я могу благочестиво не люблю себя. Как я могу любить ближнего? Другого. Да. Поэтому в какой-то такой вот внутренней логической последовательности для того, чтобы прийти к ценности номер один, надо начать с ценности номер три. Потом ты сможешь пройти к ценности номер два и только потом приходишь к ценности номер один. И вот этот контекст очень интересен, потому что об этом почти никогда никто не писал. Вот что оказывается, все начинается с самого себя. Как ты к себе относишься? О чем твоя надежда? Во что ты веришь? Как ты любишь? По традиции, в завершение нашего разговора я прошу гостя закончить предложение. Истинная любовь к ближнему выражается в... Ну, истинная любовь к ближнему выражается в искренности. Давайте так скажем. Спасибо. С нами сегодня в студии был интересный собеседник, священник, отец Антоний Демиденко, психолог, кандидат богословия, автор книги «Люби ближнего, как самого себя». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok